Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске покажу вам очень много красивых тканей, а именно твида. Дело в том, что у нас скоро стартует новый роскошный, красивый курс по жакетам в стиле Шанель. Я буду показывать две технологии создания жакетов. Это кутюрная, винтажная, безклеевая, ручная технология жакетов Шанель. То есть это та технология, которую использовали еще во времена Габриэль Шанель. И буду показывать вторую, более упрощенную, скоростную, клеевую технологию, которую используют современные модные дома при создании тех самых люксовых жакетов Шанель. Приглашаю вас на этот прекрасный курс. Будет очень много удовольствия, эстетики. Вы узнаете обо всех тонкостях и нюансах. Их очень много. И сможете создать свой настоящий кутюрный люксовый жакет. Ощущения в таких жакетах потрясающие. Я шила жакеты и по винтажной технологии, и по современной. Они разные в ощущениях. Но мне нравятся оба вида. Сегодня хочу показать вам несколько вариантов очень красивых, разных видов по супер приятным ценам. Все материалы, которые я сегодня покажу, я заказала в интернет-магазине ткани Рива. Уверена, многие из вас знают уже об этом магазине, потому что он очень популярный, очень большой. Интернет-магазин ткани Рива отличается своим огромнейшим ассортиментом различных тканей на любой вкус. Даже твида там было столько, что невозможно было с легкостью определиться. Поэтому обязательно переходите. Я уверена, что вы найдете тот самый твит, который понравится вам. Да и не только твит. Кстати, в сегодняшнем видео я покажу еще одну необычную ткань. Она, на первый взгляд, обычная, но у нее есть свои особенности. Поэтому досматривайте видео до конца. К заказу мне положили подарки. Вот такая деревянная игрушка. И еще несколько самых полезных, нужных инструментов. Булавки, мерная лента и нитки в черном и белом цвете. Еще есть щеточка, которая совмещена с распарывателем. Очень удобное устройство и всегда нужное. Итак, первый твит. Красивого молочного оттенка с приглушенно-розовыми, немножко сиреневыми нитями. Здесь 50% хлопка и 50% полиэстера. Очень приятная на ощупь, приятная к телу. Особенно здорово, что здесь в составе 50% натуральных волокон. Значит, в изделии из такого твида будет очень комфортно. Можно шить из такого твида и жакеты, и платья, потому что твит не просвечивает. Нити достаточно плотные. Несмотря на то, что твит не очень рыхлый, нити располагаются достаточно плотно. Поэтому на платье тоже отлично подойдет. По плотности он, мне кажется, идеальный. Здесь 330-350 грамм на метр квадратный. И эта плотность подходит и для жакетов, и для юбок, и для платьев. Также из твида шьют рубашки в свободном крое. Они уже не дублируются, как правило. То есть твит остается таким однослойным, без подкладки, без дублерина. И как раз для таких изделий этот твит тоже прекрасно подойдет. Следующий твит такого яркого девчачьего розового цвета. Я видела пример жакета, и мне хочется повторить, сделать нечто подобное. Поэтому заказала твит в таком оттенке. Здесь состав еще прекраснее. 80% хлопка, причем это очень ощущается. И всего лишь 20% полиэстеровых волокон. По плотности он немного плотнее предыдущего твида. Здесь около 500 грамм на метр квадратный. Но если посмотреть на свет, то можно увидеть небольшие просветы. Они еле заметны, поэтому для платьев такой твит тоже подойдет. Но если вы будете шить платье, то его необходимо будет, конечно, дублировать и закрывать все подкладкой. Из такого твида можно сшить и жакеты, и юбки, и даже бомберы. Также он прекрасно подойдет для пальто в теплое время года. А этот твит я подбирала для жакета Шанель, который мне тоже очень понравился. Хочу сделать его таким тонким, пластичным, чтобы можно было даже сложить. И он прекрасно расправился бы без какой-либо глажки. Этот твит менее плотный. Здесь около 400 грамм на метр квадратный. И здесь есть небольшие просветы. Они более очевидны, но мне как раз такая фактура твида и была нужна. Я буду его дублировать, скорее всего, тончайшим дублерином, буквально невесомым. Либо продублирую шелковой органзой. И, конечно, запакую подкладкой. Буду подбирать максимально тонкие материалы для того, чтобы не утяжелить фактуру твида, для того, чтобы сохранить вот эту тонкость и пластичность. Этот твит на 65% состоит из полиэстера и 35% хлопка. Поэтому я буду использовать его для жакетов. Но в целом можно использовать и для платья, если подкладка будет натуральной. Или, например, искусственной. Вискозной или из купра. Такой сложный белый с сочетанием чисто белых и молочных нитей. Раньше я немножко боялась такого сочетания. Но сейчас мне кажется это очень красивым и элегантным. У твида есть небольшое сияние. Как раз те самые полиэстеровые волокна дают легкое, еле заметное сияние. Его можно увидеть только на свету. Это не тот блеск, который дает, например, пайетки. Это еле уловимое сияние, которое добавляет немножко шарма этому полотну. Этот твит для жакетов в особом настроении. Здесь белый фон, белый основной цвет. Тоже сочетание молочных и чисто белых нитей. Но главный акцент на контрастных нитях. Голубые, синие, зеленые, оранжевые и желтая люрексовая нить. Также есть небольшие вкрапления мелких пайеток. Пайетки выглядят не кричащими, а достаточно эстетичными, благородными. И добавляют немного игривости полотну. Поэтому в изделии из такого вот вида можно пойти и на какие-то ветеринки, праздники. И просто надевать на каждый день, чтобы поднять свое настроение. И самое приятное, что этот твит будет прекрасно сочетаться с любыми изделиями. Вы можете подбирать нижние изделия или, например, юбку, брюки. В любом из оттенков вот этих акцентных нитей. Ну и, конечно, классический вариант, беспроигрышный, это джинсы. Здесь 55% хлопка. Я очень люблю, когда в составе твида есть натуральные волокна. Это всегда меня привлекает, потому что я люблю натуральный состав. Мне так намного комфортнее. И 45% полиэстеровых волокон. Полиэстеровые волокна это те самые вкрапления более сияющих, люрексовых, металлизированных нитей. Поэтому без них, конечно же, не обойдется. По плотности этот твит примерно 380-390 граммов на метр квадратный. Если смотреть на свет, то он немножко просвечивает, но расстояние между волокнами чуть более плотное. Этот твит я, безусловно, буду дублировать. Но если вы, например, шьете бомбер или что-то вроде рубашки, свободной рубашки, которую можно накинуть поверх, например, футболки или майки, то в целом можно и не дублировать. Оставить его таким мягким, пластичным, для того, чтобы он не потерял свою фактуру. Еще на сайте интернет-магазина Рива я нашла вот такое потрясающее полотно. Это открытие для меня. Думаю, для вас тоже станет открытием. Это плательная плотная вискоза. На самом деле она подходит не только для платьев, но и для брюк. Шикарный вариант для таких струящихся, легких, комфортных брюк. Можно сшить и юбку, например, те самые трендовые юбки по косой силуэта. Можно сшить и, например, жакет летний, да и даже на любой сезон мягкий струящийся жакет. Но, конечно, если вы шьете жакет, лучше всего эту вискозу продублировать. Для остальных изделий дублировать совершенно не обязательно, потому что полотно достаточно плотное. Оно не просвечивает и поэтому в целом не требует подкладки. Ну и плюс ко всему, здесь максимально приятный, я бы сказала, даже идеальный состав. 85% вискозы, вы все знакомы с этим волокном. И 15% тенсила или тенсиля. Кто как называет тенсил. Тенсиль – это искусственное волокно, похожее на вискозу. Оно добывается из целлюлозы, то есть фактически из деревьев. Поэтому я такое волокно называю натуральным, так же, как и вискозы. И в изделиях с таким составом мне максимально комфортно. Даже комфортнее, чем в натуральном хлопке. Такие материалы, которые имеет тенсиль и вискозу в составе, очень напоминают по ощущениям и на теле, и по ощущениям, когда вы просто проводите рукой на шелк. Они действительно шелковистые, очень нежные. Я вам просто советую поскорее попробовать такое полотно с таким составом, если вы раньше еще не пробовали. И почему я его взяла? Мне кажется, это отличный вариант, просто идеальнейший вариант для того, чтобы шить какую-то базу под видовые жакеты. Это может быть и блузка, например, рубашка, плюс брюки. Это может быть и та самая образная юбка. Это может быть и базовое платье, подложка под видовый жакет. Еще у этого материала огромнейшая палитра очень красивых, глубоких, природных оттенков, правильных оттенков. Поэтому вы 100% найдете что-то для себя, идеально подходящее именно под ваш жакет. В целом, даже и без жакета этот материал самостоятельно прекрасно работает. Я все-таки искала какую-то подложку под жакет, и мне кажется, я нашла тот самый вариант. Кстати, по сминаемости он не такой сминаемый, как хлопок. У него есть небольшая сминаемость, но она не так сильно заметна, во-первых, благодаря плотности материала, во-вторых, благодаря тому, что здесь такое диагональное переплетение нитей. Ну и плюс вискоза, она более пластичная, и она быстрее разглаживается по сравнению с хлопком или, например, льном. Поэтому я считаю вискозные материалы идеальным вариантом. На этом все. Надеюсь, какой-то из твитов вам точно понравился. А если не нашли что-то свое из показанного мной, то переходите на сайт ткани Рива. Уверена, вы найдете что-то себе по душе. И приглашаю вас на свой курс «Жакет стиля Шанель», в котором вы сошьете два разных вида жакетов. Вы получите выкройку, готовую выкройку, чтобы не строить, не делать расчеты, а сразу же перейти к творчеству. Я покажу подробный процесс со всеми тонкостями и секретами. Процесс создания кутюрного жакета винтажного и современного по более упрощенной ускоренной технологии. Ссылку на интернет-магазин ткани Рива обязательно оставляю внизу. И также там вы найдете ссылку на видеокурс «Жакет стиля Шанель». Благодарю вас за просмотр. До встречи в следующих выпусках.